Доброго времени суток! Сегодня хочу рассказать о бизнес-идеях, реализация которых выльется для тебя в сумму не более чем в 50 тысяч рублей. Также каждая из приведённых идеи будет отличаться лёгким стартом и быстрой окупаемостью. Именно поэтому смотри видео до конца, ведь любая из приведённых идей будет способна приоткрыть для тебя дверь в мир финансовой независимости. А теперь переходим непосредственно к вариантам бизнеса. Составление персональных резюме. Как ни удивительно, но составление качественного резюме это целая наука, на которой ты можешь построить неплохой бизнес. И начать тебе стоит с того, что создать, либо приобрести одностраничный сайт, который будет оптимизирован в поисковой сети под запрос «Как создать резюме». Благодаря этому ты сможешь получить приток постоянных клиентов. Не забывай продвигать услугу также и через социальные сети, главным образом демонстрируя в них результат успешного принятия на работу человека, заказавшего услугу. В дальнейшем найми человека, который будет обрабатывать заявки, а сам расширяй проект и зарабатывай. Идея перспективна, и для её реализации потребуется минимум средств и времени. Организация тематических детских праздников. Такая бизнес-идея потребует от тебя минимальные затраты, так как тебе будет необходимо только приобрести тематические костюмы, а также запустить профиль в Инстаграме, где будут публиковаться материалы с детских праздников и рекламная информация. Чтобы пользоваться спросом, тебе необходимо изучить, что детям сейчас нравится, какие мультики они смотрят, и купить костюмы этих персонажей. Также не стоит забывать о новогодних мероприятиях, и например Хэллоуине, когда количество заказов значительно увеличивается. Бизнес следует зарегистрировать как ИП, и этого тебе будет достаточно для старта в развлекательном бизнесе. В дальнейшем тебе не составит труда открыть офис и нанять профессиональных работников для повышения уровня оказания услуг. Реклама с воздуха. Для старта в бизнесе тебе потребуется лишь приобрести квадрокоптер, стоимость которого будет в районе 25-30 тысяч рублей. Теперь необходимо научиться хорошо летать, и сделать ты это можешь в специализированной школе. Также тебе потребуется поставить свою покупку на учёт. После этого ты можешь начать зарабатывать на съёмке рекламных роликов. Тебе будет необходимо договориться с магазином или организацией, предоставляющей услуги широким массам, что ты снимаешь для них интересные кадры их бизнеса. Подобные рекламные материалы могут быть использованы для рекламы в социальных сетях и для телевидения. Так как ниша не слишком занята, то ты сможешь отлично заработать, а в последующем открыть официальное рекламное агентство, предоставляющее услуги видеосъёмки. Пошив одежды для животных. Организовать подобный бизнес крайне просто и незатратно. Для начала стоит найти швию, которая работает на дому. Для поиска воспользуйся газетой с объявлениями или сайтами по поиску вакансий. Найдя специалиста, предстоит разработать дизайн одежды, основываясь на чертежах одежды из интернета. Не стоит изобретать что-то новое в основе продукции, а следует лишь доработать дизайн, чтобы привлечь покупателей. Лучше ориентироваться на пошив одежды для одной породы собак. Так легче начать и проще искать целевых покупателей, например в инстаграме. Для старта в данном бизнесе вполне хватит 30 тысяч рублей. Детский фотограф. Да, именно детский фотограф, так как такой вариант бизнеса позволит тебе заполучить свою целевую группу клиентов и обойти конкурентов, распространяющихся на все целевые группы. Чтобы начать мини-бизнес, обзаведись хорошим фотоаппаратом за 25-30 тысяч и сделай несколько бесплатных фотосессий, чтобы наполнить свой инстаграм-аккаунт материалами. Теперь дело за малым. Тебе необходимо разрекламировать себя, предложив услугу. Сделать это можно через тематических блогеров, например, сделав фотосессию для них бесплатно, но с условием, что фото будет в их профиле с пометкой, кто их сделал, и тогда клиенты появятся, как и неплохой заработок. Также сейчас набирает популярность направление фотосъемки младенцев, так что обрати на это внимание. Дед Мороз Если ты хочешь неплохо заработать во время новогодних праздников, то тебе следует начать подготавливаться за несколько месяцев до главного зимнего праздника в стране. Такой мини-бизнес потребует от тебя минимум вложений в виде покупки костюмов, которые можно приобрести с Китая. Также не забывай, что ты можешь работать как один, так и в дуэте со Снегурочкой. Тут большого значения нет. Теперь тебе следует позаботиться о заказах на предстоящий праздник, так как грамотно составленное расписание позволит тебе в разы больше заработать. Начни с того, что прорекламируй услугу Деда Мороза в социальных сетях, где собираются молодые родители в твоём городе. Акция должна быть заманчивой и стимулировать родителей заказать услугу именно сейчас, например, по скидке. Таким образом, в Новый год ты сможешь заработать денег на полгода вперёд, если с ответственностью подойдёшь к формированию заказов заранее. Реставрация ванн. Как ни странно, но подобный бизнес по-прежнему остаётся малоконкурентным, несмотря на маленькие затраты на старте и быструю окупаемость. Обучиться реставрировать ванны ты сможешь быстро, так как процесс довольно прост. В качестве тренировки вполне можно предложить услугу своим знакомым. Пожалуй, наиважнейшим моментом в бизнесе для тебя будет привлечение клиентов к нему. Тут ты можешь создать свой сайт, чтобы получить постоянных клиентов, ищущих услугу в поисковых сетях. А также позаботься о расклейке объявлений перед подъездами с заманчивыми предложениями для заказчика. Когда бизнес начнёт приносить стабильный доход, можно расширяться и нанимать работников. А сам же ты занимайся маркетингом услуг для увеличения заказов. Продажа партий товаров через доски объявлений. 50 тысяч тебе будет достаточно для покупки своей первой партии товаров для реализации в твоём городе. И важным моментом будет то, что ты сможешь до момента закупки узнать, необходимы ли товары и есть ли на них спрос. Для этого тебе будет необходимо проанализировать поисковые запросы по твоему городу и сравнить их с предложением на досках объявлений и с тем, чем располагают магазины. Будь уверен, что ряд товаров потенциальные клиенты ищут, но предложений на рынке нет. Это и есть золотая жила для тебя. Находи товар на китайских сайтах, рассчитывай примерный объём и закупай. После чего выставляй на площадке или на свой сайт, продавая с наценкой в два раза. Далее можно перерасти в неплохой интернет-магазин. Одностраничные сайты для местных магазинов. Как ни странно, но далеко не все магазины и компании имеют собственные сайты, что значительно снижает количество обращений к ним. Благодаря этому ты, впрочем, и можешь отлично заработать, и для этого необходимо следующее. Либо ты самостоятельно учишься делать одностраничные сайты с описанием услуг компании и оптимизации сайта визиток под ключевой запрос, либо нанимаешь специалиста к себе в команду. Такая бизнес-идея крайне интересна в плане заработка, так как крупные компании практически все имеют интернет-ресурсы, а небольшие магазины и только открывшиеся организации часто не обладают личным интернет-порталом. Тебе будет достаточно отработать речь, которая продемонстрирует клиенту необходимость создания сайта и все связанные с этим плюсы, чтобы получить заказ. Стоимость услуги создания одностраничного сайта будет варьироваться в пределах 5-7 тысяч, а сделать его можно за несколько дней. Консультации врачей онлайн. Также за счет сайта ты сможешь начать пассивно зарабатывать, если реализуешь для своего города проект по заказу консультаций врача. Идея многообещающая и весьма выгодная в плане доходности. Для начала тебе потребуется создать сайт, на котором возможно будет зарегистрироваться врачам и клиентам, и где можно будет проводить онлайн-консультации. Как только ресурс создан, позаботься о его оптимизации, чтобы потенциальному клиенту можно было найти его в поисковых сетях. Теперь дело за малым. Привлечь сертифицированных специалистов на сайт. Сделать это можно, посетив частные клиники или заглянув в больницу. Важным моментом будет сертификация специалиста на сайте. Только люди с медицинским образованием должны предоставлять консультации, что обязательно необходимо проверять. Заработать на бизнес-идее можно за счет продвижения отдельных объявлений врачей вверх за деньги. Сдача квартир посуточна. Субаренда не нова, но если подойти к такой бизнес-идее ответственно, то можно заработать буквально из воздуха. Для начала тебе стоит найти подходящую квартиру для съема, лучше в центре города и на вокзале. Найди подходящую площадь, после чего арендуй ее минимум на 3 месяца, на что у тебя уйдет примерно 50 тысяч рублей, после чего начни сдавать квартиру посуточно. Важным моментом при сдаче будет то, что тебе необходимо следить за тем, кому ты сдаешь комнату, чтобы не доставлять соседям неудобства. Одним из способов будет установка более высокой цены, но и услуга должна быть равноценной. Содержи квартиру в чистоте, заботься о наличии одноразовых средств гигиены, а также не забудь про небольшие презенты, и тогда к тебе будут обращаться взрослые люди, имеющие деньги, и кому необходима квартира при бизнес-поездках, к примеру. В последующем на заработанные деньги ты сможешь арендовать еще квартиры, тем самым увеличивая заработок. А на этом все, смотри другие полезные видео, а также подписывайся и оценивай видео лайком. Спасибо за внимание и удачи в бизнес-начинаниях!